Времена меняются. Когда-то на площадях России булыжник был орудием пролетариата. На Дворцовой площади теперь булыжниками не пуляют в жандармов, ими жонглируют. Да-да, именно булыжниками, да не простыми, а вот с такими рожицами. И если вы думаете, что это просто, то вы ошибаетесь. У меня, например, ничего не получилось. Я получила? Делать нечего, скажете вы, и будете неправы. Валентин Смирнов по профессии врач, а в свободное время булыжный жонглер. Выяснил, что тяжелые камни во все времена необъяснимой силой тянули к себе настоящих мужчин. И эта сила входила в человека. Так наш герой с помощью обыкновенных камней завязал с выпивкой и куревом. Когда я бросил пить и курить, я захотел осуществить свою детскую мечту научиться жонглировать. Я, конечно же, взял себе три булыжника и принес их домой, отмыл, отсек все лишнее, оживил их рожицами и дал им имена. Аркадий, Геннадий и Володий их зовут. И после этого мне, конечно же, захотелось попробовать ими пожонглировать. Потому что это, в общем-то, естественное желание любого мужчины. В планах у жонглера добраться до Америки с миссией доброй воли, чтобы там показать американцам русскую причуду, ну если ее там нет. Я провел опросы, и жители нашего города очень хотят, чтобы я полетел куда-нибудь за рубеж. Прежде всего, конечно же, мне рекомендуют лететь в Нью-Йорк и в Лондон и продемонстрировать вот то, что в Петербурге мужчины бросают пить, курить и учатся жонглировать булыжниками. Мечты Валентина о загранице в январе этого года почти начали сбываться. Его ролик в интернете посмотрели на Украине организаторы шоу «Украина. Майя таланты-6». То есть на Украине есть таланты. И пригласили поучаствовать. Валентин купил билет, забронировал гостиницу и даже поменял тысячу гривен на карманные расходы. Но в ночь перед вылетом ему позвонили организаторы проекта и поставили свои условия. Мне позвонили ночью, прямо позвонили и сказали, что мы можем дать вам выступить, но вы не должны жонглировать булыжниками. А вы можете пожонглировать, как мне сказали, яйцами. Валентин хоть и далекий от политики человек, но подумал было, что на Украине яйца стали символом большой политики. Все помнят, как Януковича 10 лет назад метнули яйцо. И он на радость хулиганов от этого даже потерял сознание. С яйцами я не выступаю, вот, это как-то немножко неавторитетно для меня. Боюсь, разобьюсь, обольюсь, это, в общем, я не клоун. Я, у меня свой проект вот такой вот, он лечебно-мотивирующий, культурно-силовой, как я его называю. Жонглировать куриными яйцами гордый русский врач-стоматолог отказался и потерял деньги за билет. Организаторы шоу компенсировать расходы не захотели. И теперь и билет, и размененные гривны жонглер хранит на память. И до сих пор не возьмет в толк, почему же так резко постановщик шоу «Украина. Майя таланты» сменили булыжники на яйца. Уж не испугались ли возможной демонстрации силы треклятых москалей? Определенная часть нашего общества в нашем городе, когда видят мои булыжники, тоже воспринимают их как, могу процитировать дословно, как призыв к беспорядкам. Действительно, аналогия напрашивалась сама собой. Как раз прошлой зимой на Украине булыжниками не жонглировали, а кидались. Вся брусчатка на Майдане летела в отряд беркутовцев. По мнению организаторов шоу, пусть лучше москали жонглируют не булыжниками, а куриными яйцами. А заодно и напомнить, в кого летели когда-то яйца со стороны недовольного народа, поддержанного Россией Януковичем. Шоу с яйцами не состоялось, зато булыжники Майдана сыграли свою роль в судьбе и Януковича, и всей Украины. Мне поставили такие условия, которые, конечно же, я, ну, как адекватный человек воспринял, как, ну, то, что я нежелательный элемент в стране. Вот и жонглирует пока Валентин Смирнов каменными булыжниками в Питере, невольно напоминая любящим пофилософствовать горожанам о библейской притче, что есть время разбрасывать камни, а есть время камни собирать. На Украине все еще кидаются и никак остановиться не могут. Да и в Америке тоже неспокойно. Русский врач-стоматолог с булыжниками там высмотрелся просто провокационно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...